Я попала, в общем, освобождать Родину. Не когда наши брали немцы, а когда освобождали. Вот это вот, когда лоб на лоб сходились, сынок, страшно. Но они не хотели немцы отдать, что они взяли, а наши отнимали по кусочку. Да, прям понемножку, понемножку. И вот это была 60-я армия, ну, может, там и другие армии, наверное, а этот 60-я армия. И вот, ой, сходятся вот лоб в лоб. Те, они всяким подлостем занимались, эти немцы, если уж хоть немножко. Не хотели отдать они то, что они взяли. А наши вот с ним сражались. Уже в фойе Воронежского дома актера зрители становились участниками спектакля, сопереживая героям документальной подборки рассказов о войне. Такой творческий пролог к своей премьере «Я есть» придумал театр «Неформат», созданный по инициативе молодых актеров воронежских театров, жаждущих экспериментов и находящихся в постоянном поиске идей. Необычное действие ждало публику и в зале. Музыка Господи, мне жить, жить хочется. Господи, да ведь я молодой, и посмеяться хочется. Ни на чем я теперь не могу остановиться. Тьма, бесконечная тьма кругом. Господи, я ведь хочу любить, всех, всех любить. Мое сердце истаивает, как я хочу любить. Но кто меня полюбит? Мне кажется, я умираю, утопаю. Господи, мне жить, жить хочется, Господи. Я молодой, мне посмеяться хочется. Я хочу всех любить. Господи, мне жить хочется. Идея литературно-пластического спектакля «Я есть» зародилась примерно два года назад у выпускницы Российской Академии Музыки имени Гнесиных, композитора Юлии Пономаренко и актрисы Виктории Шаламовой. В основу легли документальные свидетельства тех, кто прошел войну, кто своими глазами видел смерть. Но эта история не о войне, это история о жизни. И когда мой будущий муж сделал мне предложение, он сказал, война кончилась, мы остались живы, нам повезло. Выходи с нами замуж. Мне хотелось заплакать, закричать, ударить его. Как замуж сейчас? Среди всего этого? Среди черных стен, черных кирпичей? Да ты посмотри на меня. Ты посмотри, какая я. Сначала сделай из меня женщину. Дарил цветы, ухаживай, говори красивые слова. Я так этого хочу, так жду. Я чуть его не ударила. Хотела ударить, а у него была обожженная подробная щекар. Я вижу. У него оттекут слезы по этой щеке. По свежим рубцам. Он все понял. Сама не верю в то, что говорю. Да! Я выйду за тебя замуж! Марш! Я есть – второй спектакль театра «Неформат», где использовалась авторская музыка. Написала ее тоже Юлия Пономаренко. А хореографом-постановщиком выступила Мария Митсура. В спектакле играют молодые актеры Воронежского академического театра драмы имени Кольцова, Камерного театра и Тюза. Шесть парней и четыре девушки с горящими глазами и неуемной энергией. Субтитры создавал DimaTorzok «А мне из последних дней на войне вот что запомнилось. Едем мы, и вдруг музыка, скрипка. Вот так для меня закончилась война. Это было такое чудо. Вдруг музыка, другие звуки. Я как проснулся. Нам всем казалось, что после войны, после такого моря слез будет прекрасная жизнь, красивая. Все люди будут добрыми. Все будут только любить друг друга. Все станут братьями и сестрами. Как вы ждали этот день. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ — Александр Николаевич, как вам впечатление от спектакля? — Ну, самые первые впечатления, наверное, они самые яркие, потому что, естественно, такая работа оригинальная, решенная вот таким необычным способом, но, во всяком случае, содержащая в себе прежде всего, так сказать, все художественные элементы и, самое главное, добивающиеся чрезвычайного эмоционального впечатления. Я думаю, что в этом особенность, наверное, этой необычной, с одной стороны, работы, но сюда вложен колоссальный труд. И, прежде всего, и режиссера-хореографа. Вот. И, конечно, очень большое желание актеров справиться с этим, потому что, конечно, здесь требуется не только физических сил, здесь нужно еще обладать и чувством ритма, музыкальным слухом. — Я думаю, что работа эта очень достойная. — А скажите, для вас было сюрпризом вот здесь, в фойе, в сюжете, который встречал гостей, увидеть свою маму? — Безусловно, конечно, это было неожиданно, потому что я каждый день, естественно, маму вижу, и с ней мы по телефону общаемся, и все время практически мы вместе. И она настолько уже как-то адаптировалась к тому, что к ней приходят в гости журналисты, что она появляется в газетах, она с удовольствием общается, рассказывает обо всем. И я вижу в этом, безусловно, возможность как бы продления жизни, потому что, как бы то ни было 92 года, и тяжесть прожитых лет, особенно военных, безусловно, не могут не сказываться на ней. Но, тем не менее, она вот эти именно знаки внимания, она принимает очень позитивно, и они, во всяком случае, добавляют ей здоровье. Мне так кажется. — Когда мы создавали этот спектакль, когда мы думали о документальных материалах, когда мы только компилировали, собирали, долго продумывали сам концепт документальный, то мы думали, как бы так сделать, чтобы материал был бытовым, что ли, наименее черноушным, что ли. То есть там, где человек будет показан только с хорошей стороны, там, где человек проявит свои героические стороны, где будет показан человек как обыкновенный герой. То есть человек, который проявляет себя как герой обыкновенный, то есть история маленьких людей обыкновенной, таких, как мы с вами, которые становятся героями каждый день на этой войне. И война есть вот этот реагент, который проявляет людей, и они выявляются как герои. Ну а как сами участники спектакля восприняли вашу идею, и как долго вы готовились? Ой, участники спектакля восприняли идею замечательно. Нам очень повезло, потому что у нас собралась фантастическая команда. Это 10 таких супер актеров, 6 мужчин замечательных и четверо девчонок, активных, молодых, задорных. И очень неординарных, и фантастически талантливых людей. Таких, ну я думаю, что мало рождает земля российская таких актеров. Я думаю, что сегодня вы в этом убедитесь. То, что они делают, это удивительно. Это совершенно удивительно, это ни на что не похоже. Потому что тот актерский талант, он ни на что не похож. Почему я объясню? Понимаете, работать в пластике, работать в пластике, как в хореографии, да, это очень сложно. А читать при этом монолог, читать монолог в действии, в движении, это вдвойне сложно. А читать его в музыку, это невероятно сложно. А делать там невероятно какие-то акробатические истории, это просто браво. И то, что как долго мы готовились, ну мы полгода, наверное, собирали только материалы. И репетировали мы два с половиной месяца. То есть фактически ребята совершили невероятное чудо. Это они сделали невозможное. За два с половиной месяца собрать такой фантастический спектакль. Я думаю, что у него будет богатая фантастическая судьба, фестивальная. И у нас будет два прогона. Вот сегодняшняя премьера 17 июня. Мы приглашаем всех воронежцев на повторный показ в Дом актера. И дальше мы будем стараться показывать его в других городах России и на фестивале.